Всем привет! Мы на пляже в Новомихайловском. Сегодня у нас 21 июня 2022 год. Мы сегодня расположились возле медпункта. У нас новый спасательный пост, вот такой красивый. И те, кто смотрят вообще Новомихайловский, знаком с ним сейчас. Раньше здесь работал Вальдемар. Теперь его рабочее место вот здесь. Мы не будем вдаваться в подробности, что там случилось или что-то. Уважаемые пловцы за желтыми буями, возвращаемся в зону купания. Зона купания берег, желтые буи. Напоминаю, за желтыми и красными буями работает техника. Будьте внимательны, берегите свою жизнь. А, вон там, где катамаран, что ли. Я уже не вижу этих пловцов. Народу на пляже, ну, не битком, но достаточно для буднего дня. И ребята нам сегодня обещают шторм. Не знаю. Да, смотри, затягивает. Скорее всего. А вот там вот где-то вдалеко идут дожди, мне кажется, уже. Вот там дожди, это, Наташка, или? Да? Там дожди уже вот идут. И вот такое вот небо затягивает. Не знаю, дождемся мы, конечно, штормы или нет. Может, это только обещают. Но люди на катамаранах выходят в море. Еще раз повторяю, катамаран в этом году, не знаю, как в других курортных населенных пунктах, в нашем он стоит в этом году 700 рублей. В общем, все поднялось порядком на 100-200 рублей в час. Да, матушка, матушка маленькая. Я сейчас не могу спокойно, без содрогания, смотреть на собак. А сегодня, кстати, день равноденствия. И сегодня такой стильный день, говорят, надо исполнить ритуал. Надо исполнить ритуал. Зажечь свечу, написать на листочке. Ну, это типа примерно, когда, я так понимаю, в Новый год, когда сжигают. Потом шампанское, пепел высыпают. В общем, загадать все свои самые заветные желания. Очень сильный день. Кому-то, может, нужна любовь, кому-то, может, нужен ребенок, кому-то, может, нужна семья, да, там, кому-то здоровье. Сегодня такой день, когда можно загадать желание. Хорошо, лежат. Да, солнышко спряталось, конечно. Море сегодня такой 24 градуса. Вода теплющая, 24 градуса. Не, она такая, знаешь, не сильно, как бы, такая... Не холодная, не пепелая. Да, такая вообще... То, что надо. Вова у нас не просил денег на горку. Да, вот сбегал. Пошел, договорился. Все-таки 150 рублей он потратил. 200. Это сколько минут? Ну, скажем, что никому не говоришь. Он говорит, у меня только 200 рублей, мушная, только 5 минут. Ладно, не двигай, катайся, не доказать. С ученными благами я вернусь, ничего не покалечу. Ну, слава богу. Понравилось тебе? Да. Расскажи подписчикам. Ну, нормально, я на этом декуте катался, но не везжал. И с кем-то думал опасно, когда понимаешь. О, как ты четко все говоришь, вообще ничего не понятно. Это только лесенка мокрая, но еще, наверное, она шатается. И ты соскальзывал? Нет. Ну, можно, если вы не сильно аккуратный человек, то можно соскальзываться и упасть на эти камни. Понятно. Это маловероятно. Ну, как ты разбираешься? Да, матушка-то моя. Ну, лучше поздно, это спиной ехать. Едешь, вот, приземляешь на голову, у Леша-глаза. Сколько ты раз прокатился? Я не подсчитывал. Не подсчитывал. Ну, все, по спинам ты намажешь. Ну, нормально, мам. Ну, ты не, ну, уж намазь. На всех. Так намазать или не надо? В общем, кажется, дождь собирается, кажется, дождь собирается. А мы идем до Аленки. Она завтра летит по делам снова на Урал. И я хочу передать своей старшей дочуре имя всех привет, Вероничка. И, кстати, ребята, я, знаете, что хочу вас всех поблагодарить за теплые слова, за то, что вы меня поддержали, ну, в трудную минуту. Сейчас опять начну реветь. Когда вот у меня случилось... Ну, для меня это горе. Спасибо вам всем за хорошие комментарии, за теплые слова. Все, слезы наворачиваются. Сейчас мы идем. Мы идем уже, идем. Вот. Также хочу поблагодарить подписчика своего. Он мне сегодня передал расписание электричек. Ласточка, мне же скоро ехать. Мы вчера обсуждали, он подходил к эту тему. Это мои земляки. Уселась тут, тоже музыка играет. Из Тюменской области, из Тюмени. Хочу передать большое спасибо за помощь. Это, конечно, вот, ну, правда, помощь не обращаю. И по расписанию посмотрела, наверное, не успею. Все-таки буду пытаться что-то еще искать. Конечно, сейчас большая проблема. Те, кто прилетает в Адлер в Сочи, добраться до водного Михайловского, там, ночью. Или отсюда, наоборот, на самолет туда уехать. Как бы сложновато. Еще раз большое спасибо. Мастер-класс по вате. Я когда-то тоже занималась сладкой ватой. Ну, конечно, там ложка сахара. Вот на такой кусок большой ваты. Выгодный бизнес. А мы идем искать. Вовкус Наташка, я забрала мне холодную. Так, все, кока-колу. Вот так хорошо. Не печет. Знаете, как нет такой изныряющей жиры вообще. Морошиловский стрелок. Нет? Нет. Спасибо. У нас с Вовки плечи подгорели. Ох, какое у него красивое. Ты ее просто принесла или сюда залить? Нет, попить принесла. В общем, в час ночи ожидается шторм. И два, да, два-три балла. И вот, смотрите, все дорожки разбирают. Представляете, сколько у них работает. А сейчас надо все вот эти дорожки разобрать. Убрать все катамараны отсюда. Переместить туда, ближе. Подальше от моря, ближе к набережной туда. Да. Работы, в общем, у работников пляжа тоже хватает. Кстати, вот девочка предлагала заняться всем желающим йогой. Они вот уже полчаса занимаются. 200 рублей стоят полчаса. Это вот тренер сидит. А там умотала она, наверное, свою подопечную. Вот ваш Вальдемар любимый. Если кого-то он интересует. Йоги начинают. Потихоньку с пляжа. Собираться. Ну и мы сейчас сами, наверное, уже пойдем домой и запишем уже дома. Каким взять пивка для рывка. Полтора литра. Рыбки вкусненькой. А завтра опять на работу. А море, хоть даже и шторм надвигается. Красивящие. Ну, до часу ночи еще есть время вернуться и к катамаранам. И там вот на этих досках поплыли. И там вот на этих досках поплыли. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok